здравствуйте вот такие две чайные коробки там конечно же не чай но для меня было немножко удивительно видеть в такой упаковке простые проводные наушники здесь же у нас беспроводная колонка но я еще понимаю беспроводная колонка да она наверно может быть таких размеров но каких размеров должны быть проводные наушники если они нарисованы вот так вот обычные которые на их надо вставлять в уши сейчас это и посмотрим но больше всего меня конечно вот эта упаковка вот такая вот огромная металлическая да это металлическая коробка вот она была когда-то под пломбой вот это вот тоже металлическая простые наушники упаковать в такую коробку но наверное это интересно ладно будем смотреть что внутри поролонка кейс что у нас кейсе а в кейсе видимо что сами наушники значит к ним мы тогда вернемся чуть позже комплектные амбушюры коробка огромный и там что-то есть еще внутри какая-то сумка она просто огромная огромное понятное дело что в этой сумке мы не будем носить наушники потому что мы в кейсе мы их тоже не будем носить достанем из кейса это же обычные наушники проводные я так понимаю ну да вот два провода да да это обычные наушники вот такие наушники ладно есть комплекте вот такое вот изделие я не знаю это какой-то вот ненатуральный материал пахнет тоже химией две лямки две лямки чтобы разрезать плечи наверное что-то я пошел что-то я разошелся мне прям не нравится теперь я не знаю но но зачем это все к обычным наушников хотя может быть я не прав может быть это действительно и нужно ладно дальше тут же еще что-то в комплекте есть надо вот так вот сделать так вот так вот баночка но от баночка не знаю в нее наверное можно жуков каких-нибудь летом насобирать да вот дети любят гречу же хранить в крашеной коробочке нет не надо продолжим изучать что внутри гарантийный талон смотрите есть серийный номер это что на каждой наушники на обычные вот такие вот наушники у нас есть серийный номер там music dealer xs black карточка такая толстая достаточно следующий что это у нас силиконовая подставка видимо силиконовая подставка ну она на ощупь она приятная на самом деле она нескользящая наверно под чашку под кружку пахнет она химией резиной здесь такой слой нет она она совершенно не скользящая да наверно может быть она кому-то пригодится на какую-нибудь полированную поверхность она там скользить не будет да на нее можно поставить и вот эта часть она тоже такая не скользящая сверху весьма приятная штука ну может быть пусть она и надо дальше нашивка нашивка по всей видимости она приклеивается с помощью этого слоя и высокой температуры посмотрим поближе как она вышита ну я бы не сказал что особо аккуратно но я вообще не знаю кто себе такой вот куда наклеить вот куда это такое вот ну ну не знаю но она есть комплекте хорошо apple кладет обычно яблочки здесь же у нас вот такие вот наклейки до наклейка куда ты и наверно может кстати я говорю я знаю несколько человек которые просто обожают наклейки они их клеят куда угодно везде так следующая наклеечка что она другая черная дальше белая тоже наклейка дальше рука руководство потом вот это у нас что 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 у нас тут акция какая-то проходила акция 11 июля двадцатого года на самой большой площадке страны брым 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 так у нас тут z сектор и можно было попасть на этот концерт сектор z над какие-то я не знаю что надо было сделать вот эту карточку да ну как вот так вот ну вот что вот и все и она и она липкая ну вот как ну нет ну можно было бы аккуратнее придумать но это карточка пластиковая пластиковая карточка у нас тут баста у нас тут номер внимание сроки акции ограниченный код действует до 1 7 20 и до момента выкупа ну ладно ну вот как так вот взяли ну и куда вот ее с собой бумажник положил она у тебя приклеилась какой-нибудь твоей нужной фотографии или денежки сделаем обратно руководство пользователя руководство пользователя к обычным к простым наушникам ну не знаю может быть а иной надо еще оказывается надо регулярно чистить установка амбушюр посадка что у нас здесь технические характеристики да давайте сразу к ним перейдем 16-омные они от 20 до 20 тип кабеля прямой i-образный длина кабеля 1,3 метра разъем 3,5 и 5 спортсменных амбушюр и динамик 8 миллиметров ну в общем есть инструкция к проводным наушникам пора бы наверное уже к ним перейти к этому чехольчику здесь у нас сменные амбушюры разных размеров ладно что чехол все пустой чехол также с логотипом и сами наушники я вообще не знаю зачем я все это обозреваю потому что обзоров скорее всего что в интернете уже есть на эти наушники но вообще на самом деле кабель очень даже качественный по ощущениям прям вот реально нормальный хороший кабель вот эта вот часть разъема резиновая защищающая от излома она тоже длинная весьма неплохо неплохо под 45 градусов если воткнуть он вроде бы как не очень-то сильно будет изгибаться а если мы воткнем прямо то вот так вот тоже не будет сильно изгибаться хотя вот здесь здесь уже хотя вот так вот наверное уже там может что-то произойти но кабель при этом не изгибается типа позолоченный разъем ладно сами наушники магнититься амбушюры что там под ними сеточка по отзывам говорят что пульт очень и очень удобный ну да тактильно кнопки ощущаются неплохо как-то они даже здесь выпирают то есть можно будет понять где кнопка где нет здесь по всей видимости микрофон знаете что самое в них плохое в этих наушников том что один наушник не работает понятное дело что у меня вот это вот снова с той же помоечки до один наушник не работает но если постучать вот так вот по нему я уже не помню там левой или правой то он начинает работать то есть где-то вот там вот что-то вот внутри отходит я не знаю если смысл его вскрывать думаю что смысла нет потому что ну внешний вид потеряется если я здесь начну сейчас он кстати пленочку если содрать они такого там блестят но заляпываться будут я не знаю если смысл их скрывать или нет я наверное с этим повременю может быть когда-нибудь я их вскрою в общем пока отложу потому что есть еще одна такая коробочка точно такая же но в ней беспроводная колонка так скрываем так колонку здесь у нас что точно также кейс уже потолще потолще кейс немножко подставочка здесь уже немножечко другая опасно газ тоже такая силиконовая наклеечки наклеечки да есть гарантийный талон на каждого оказывается свой серийный номер это неплохо это зачет приглашение никаких нет как я вижу сумочка сложена вообще здесь написано рюкзак руководство пользователя естественно русском языке сейчас мы к ней к этой колоночке перейдем и будем ее ремонтировать что она же не может быть исправной раз я ее взял с того места где я ее взял вот исправная она конечно же быть не может видно что она новая и ей никто не пользовался это изначальный брак да такое бывает у айфонов тоже такое бывает у apple колоночка ну колонка как колонка не знаю что здесь у нас резинка пластмасс к который вот сюда вот надевается руку сюда не просунуть только палец ну ладно кнопки управления как это подсветка сопряжение со второе видимо включение плюс минус play пауза все под заглушкой и что у нас micro usb старинный уж могли бы наверное не micro usb чуть другое придумать и вход на три с половиной включим включилась что-то загорелось что-то заморгало но звука нет звука нет поэтому конечно же сейчас ее будем вскрывать смотреть что внутри у этой колоночки нигде никаких швов не вижу только здесь и здесь скорее всего что сетка снимается как-нибудь так да щель есть попробуем поддевается да значит снимается именно так все тут просто на таких вот пластиковых штырьках внутри у нас всего один динамик здесь подвес резиновый такой вот здесь еще один достаточно интересная конструкция вот она должна бомбить по идее ладно выкрутим все эти винтики и узнаем об этом будет она бомбить или нет кстати говоря либо в комплекте чего-то не хватает либо эта подставка для нее было но если ее поставить вот так вот на стол либо здесь что-то должно быть то есть как-то может у меня чего-то не хватает может быть других видео комплект можно посмотреть ладно начинаем вскрывать то есть я думаю что она будет если такой ну вас вас в ней должен присутствовать для такой маленькой колоночки по такому звуку по идее должен присутствовать ладно если удастся починить то будет хорошо батарейка 800 вынулась вместе с разъемом ну ладно контакты остались плюс-минус тоже на плате подписано так что ладно не перепутаем сдох усилитель или динамик вот теперь самое интересное провода вроде припаяны это хорошо здесь тоже вроде припаяны кнопки защищены динамик в обрыве ухты ай 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 да вот такой динамик то я не найду сейчас попробую дальше разобрать ну что ж вот так вот у нас выглядит плата вполне себе неплохо она выглядит сделано очень даже качественно диодика здесь не пожалели по всей длине мне уже здесь ничего не жалко раз динамик в обрыве потому что такой динамик но отдельно найти будет достаточно проблематично поэтому в принципе можно все ломать сейчас еще раз стоит проверить нет ни в каком виде он не звонится а это у нас микрофон наверное да микрофон он тоже откусим но в целом план плата выглядит неплохо динамик надо как-то быстренько и надо его все-таки достать и посмотреть в общем прошло какое-то время попытался я дальше вскрывать вот это вот резина она просто сильно сильно приклеена ее вообще вот практически невозможно оторвать просто бред какой-то вот этот пластик который одного цвета вроде бы казалось бы да он должен каким-то образом присоединяться и наоборот вот от этого пластика так этого вообще не происходит он там реально то ли приклеен то ли еще что не знаю что и делать наверное придется все-таки пилить то есть динамик то наверное вот он а вот это вот отдельный подвес еще один дополнительный поскольку это вот все-таки резиновая часть вот она видно что она ходит вместе с динамиком и вот сам еще динамик тоже с резиновой частью сейчас ее как-нибудь вот так вот пропилю и хотя бы посмотрю что там и как внутри ну что распилив становится понятно что действительно туда вот эта вот часть строго приклеена заклеена туда вот она вот ее конец вот ее начало то есть совершенно неразборная штука оказалась и наверное это все-таки плюсом к тому что будет меньше лишних звуков и вибраций это неплохо после того как эту колонку конечно поковырял вернулся к наушникам хотел их вскрывать но вот эта часть верхняя сейчас попробую максимально близко ее показать это вот стекло пластмасса но понятно что это не стекло но и такой пластмасс в общем если это вскрыть она уже обратно ну и аккуратно это не вскроется уже будет вид потерян но я постучал вот так вот несколько раз они заработали что хочу сказать ну неплохой звук неплохой звук наверное знаете как оцениваю по ценам наушников которые продаются на рынке я бы наверное их оценил там в тысячу рублей вот на тысячу они звучат в принципе неплохо да там с эквалайзером с хорошим басов прибавляем высоких прибавляем наушники их выдерживают и даже воспроизводят ну за 1000 рублей неплохо не знаю сколько они стоят честное слово я даже не смотрел может быть когда буду монтировать вставлю картинку ладно к наушникам но понятное дело что вот чуть-чуть вот так вот где-нибудь постучится и звук пропадает никуда они тоже не годятся ну вот все на этом все пожалуй вот колоночку разобрал отсюда можно будет взять батарейку уверен что она здесь хорошая сейчас хочу показать вам китайские пальчики спечатались на этой батарейке они никак не стираются а на этом пожалуй все я по традиции всем желаю качественных гаджетов удачных покупок сети и пока и Продолжение следует...